Дорогие друзья, вы наверняка видели в ресторанах, подают такой ингредиент, или как бы правильно сказать, такую текстуру, которая называется попкорн из гречки. И вы наверняка спросите, как же его сделать? Я даже знаю ряд шеф-поваров, которые не знают, как сделать попкорн из гречки. Там есть несколько способов, один из которых это нужно взять гречку, разварить ее в хлам, потом бросить, высушить полностью обратно до состояния, скажем, твердых зерен, а потом только кинуть это все во фритюр, и она тогда взорвется. Так вот, чтобы всех этих манипуляций не делать, есть более короткие способы для достижения нашей цели. Я беру гречневые хлопья. Посмотрите, на коробке написано гречневые хлопья. Мамы, кто варит каши детям, они знают, что это такое. Да и, в общем-то, если вы вдруг не знаете, то в магазине обратите внимание на полку с крупами и найдите такую штуку, которая, вот видите, это просто как хлопья и есть гречневые. Я взял какое-то количество хлопьев, ну, сколько здесь, 2-3 ложки, не важно. Вообще не важно. Главное, жарить их небольшими дозами. Масло нужно хорошенько разогреть. Я думаю, нужно где-то градусов 190. 200, наверное, будет многовато, а 180 будет маловато. 190 самое то. Но, вы знаете, попробуйте. Я по опыту предыдущих рецептов знаю, что даже если я вам говорю, так не делайте, или это маленькая температура, или еще что-то, вы все равно делаете по-своему, и у вас получается. Поэтому, ну, хорошо, будет 180, значит 180. Я это делаю при 190. Также нужно приготовить вот такую вот штуку с салфетками, для того, чтобы потом на салфетки кидать, дабы впитывалось лишнее масло от вредюра. Итак, я насыпаю небольшое количество, прям совсем чуток. Теперь опускаю. Видите, оно взрывается? Буквально 4-5 секунд. И все, и попкорн готов. Главное правило. Если у вас температура недостаточная, и попкорн сразу не взорвался, он у вас больше не взорвется. Поэтому я и говорю, что вначале все нужно делать небольшими порциями. Теперь можно даже чуть побольше. Оп. Видите, все это делается элементарно, просто и моментально. Как только он весь взорвался, и вы слышите, что уже ничего больше не взрывается, буквально 1-2 секунды подержите и вытаскивайте. Иначе у вас начнет эти хлопья, иначе у вас эти хлопья начнут гореть. Уже готовый попкорн начнет гореть. Вот, все, высыпаем. Масло выключаем. Видите, они трещат. Они продолжают лопаться. Можно их вот так вот раскидать. Класс. Видите? И уважаемые господа повара, шеф-повара, все, кто увлекается такими штуками, пожалуйста, рецепт в доступе в общественном. Значит, куда мы это используем? Это можно использовать в десерты, это можно использовать в салаты. Это нужно подсолить, пока там еще масло не обсохло. И, соответственно, использовать для своих нужд. И один маленький моментик. Если она у вас пролежит вот так вот, даже на салфетках на кухне, влажность высокая, и попкорн перестанет быть хрустящим на утро. Поэтому, если вы хотите его использовать сейчас, то просто нажарьте и съешьте. Все, его не надо хранить. Его очень тяжело заставить остаться хрустящим. Вот, это очень важный момент. В общем, вы теперь знаете один из многих секретов шеф-поваров, которыми мы пользуемся. Пользуйтесь и вы на здоровье. Пишите комменты, ставьте лайки, приглашайте своих друзей, пусть подписываются. Чем больше подписчиков, тем лучше. До новых встреч, друзья. Приятного аппетита. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал.